Всем привет, меня зовут Иван Лучков. Сегодня мы говорим про самые лучшие смартфоны 2017 года. Так сказать, работаем на опережение. Чего уж тут утаивать, и так все уже известно. Поэтому заваривайте чай, кофе или что вы там пьете, усаживайтесь поудобнее. Это будет длинное, но интересное видео. Начинаем. Предисловие. Этот выпуск будет довольно нестандартным, потому что многие категории я придумал сам по своему субъективному мнению. Казалось бы, все смартфоны одинаковы. Да нет, сценарии использования смартфонов абсолютно разные. В этот список не попадут некоторые действительно хорошие смартфоны, такие как LG V30 и другие смартфоны компании HTC, компании Sony. Почему я так сделал в самом конце видео, конечно же, я объясню и все аргументирую. Так сложилось, что в этом году главный параметр при выборе дорогого устройства является не его крутизная фишечка, а его качество. Качество сборки. В 2016 году компания Samsung наткнулась на очень большую проблему на взрывы Galaxy Note 7 и массовый отзыв этого смартфона. И как бы смешно это ни звучало, но это послужило хорошим примером и уроком для самой компании Samsung. Поэтому в этом году все смартфоны, которые выпускала Samsung, были отличного качества. Galaxy S8 это самый безотказный и беспроблемный смартфон в вопросе качества сборки. Вы можете любить Samsung, можете его дико ненавидеть, но отрицать того факта, что это практически народный смартфон, нельзя. Galaxy S8 появился в начале этого года, но свою актуальность он до сих пор не утратил. Это действительно качественный смартфон, который совместил в себе очень крутые фишки, классный дизайн, лучшую камеру, одну из лучших камер и действительно очень прикольный дизайн. Поэтому Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, мне кажется, заслуженно получают награду «Лучший Android смартфон года». Оцените комичную ситуацию. Еще несколько лет назад лучшим айфоном являлся тот айфон, который, конечно же, был последним. Но в этом году все поменялось и ситуация кардинально изменилась. Самый популярный вопрос среди аудитории – какой же айфон купить в 2017 году? На самом деле, эта тема вообще достойна отдельного материала, но сейчас вы все поймете и так. Заходим на сайт e-каталог. Давайте посмотрим, сколько сейчас стоит, к примеру, айфон 10 смартфон, который, казалось бы, логично было рекомендовать как лучший смартфон Apple. Ну вот, прошла неделя, а цена как была от 80 тысяч рублей, так и не поменялась. Это почти 35 тысяч гривен или 1300 долларов. И, естественно, за минимально заявленную цену смартфон в наличии не будет вообще. Вы его просто не купите за такие деньги. А теперь посмотрим на цену айфон 8 Plus и сравним. Итак, минимальная цена 52 тысячи рублей, но реально, я думаю, будет где-то 1060, то есть это 960 долларов или около 26 тысяч гривен. И за эти деньги вы действительно можете купить себе айфон 8 Plus без какого-либо дефицита и проблем. Я убежден, что лучший айфон в 2017 году это айфон 8 Plus. Это смартфон на проверенном шасси, смартфон с обновленной камерой, смартфон с самым быстрым процессором, с улучшенным дисплеем функции True Tone, с добавившейся быстрой зарядкой, беспроводной зарядкой и при этом по адекватной цене. То есть, если вы хотели обновить себе айфон на новый айфон, то сейчас это сделать стоит именно на айфон 8 Plus, потому что доплата будет нормальная и не будет сильно бить вам по карману. Мобильная фотография захватывает этот мир, а фото возможности смартфонов и флагманов являются чуть ли не главным маркетинговым инструментом производителей в попытке продать вам свое детище. В номинацию лучший фото смартфон года метило три устройства. Это айфон 10, это Galaxy Note 8 и Google Pixel 2, которым я уже попользовался и пофотографировал, но не стал его покупать для себя в личное использование. Айфон 10 можно было бы называть одним из лучших камерафонов, но мы же покупаем не отдельный модуль смартфона, а устройство целиком. Так сказать, совокупность качеств. А совокупность качеств за 1500 долларов я не могу рекомендовать, так как с точки зрения именно камеры есть решение не хуже, а то и лучше за меньшие деньги. Galaxy Note 8 великолепный камерафон, у него потрясающий портретный модуль камеры, который круто снимает в темноте и не менее круто стабилизирует изображение на победителя в этом соперничестве не он, а Google Pixel 2. А знаете почему Google Pixel 2? Потому что компания Google в этом году отнеслась по-человечески ко всем своим покупателям, снабнив одинаково крутой камерой как младшую модель своего смартфона, так и старшую модель смартфона. И теперь, если вы хотите получить максимальные фишки камеры, вам не обязательно покупать самую дорогую версию смартфона, как это сделали компания Apple и компания Samsung. Именно за это качество Google Pixel 2, который в США сейчас стоит от 650 долларов, заслуженно получает медаль как лучший фотосмартфон на рынке. На удивление, это самая легкая номинация. Почему на удивление? Да потому что на китайском рынке невероятное количество разных смартфонов. На ум приходят только два устройства. Это OnePlus 5 и также Xiaomi Mi 6. И, конечно же, звание лучшего китайского смартфона перепадет OnePlus. OnePlus 5, несмотря на огрехи в дизайне и работе портретной камеры, лучше китайский смартфон. Хорошее сочетание цены и технических характеристик, и все это приправлено в великолепной Oxygen OS, которая местами дает фору даже оболочки Google Pixel. К тому же это смартфон с одним из самых быстрых зарядных устройств на рынке. В этом году совсем скоро выходит OnePlus 5T. Смартфон с почти уже безрамочным экраном и обновленной концепцией камеры. Что еще раз доказывает, что OnePlus достойно заслуживает звания лучшего китайского смартфона. Да, в наше время есть очень большое количество людей, которым до сих пор нужно компактное устройство. И, к сожалению, в этой категории выбор очень ограничен. Поэтому заслуженно лучшим компактным смартфоном можно посчитать iPhone SE. Рядом с iPhone SE, конечно же, можно было бы еще предложить компакт-сервер от компании Sony. Но ценовая политика смартфонов Sony просто не позволяет мне этого сделать. iPhone SE это, к тому же, самый популярный смартфон Apple в России, Украине и Беларуси. Стоит недорого, очень круто снимает фото и видео в 4К. А дизайн-то какой? Я всегда говорил, что дизайн iPhone 5S, который перекочевал в iPhone SE, это лучшее, что делала компания Apple за все свое время. Тут, конечно, и к гадалке ходить нечего. Если вы спросите любого продавца и любой розничный магазин, который торгует смартфонами, на вопрос, какой самый популярный и доступный смартфон рынке, вам в один голос ответят. Конечно же, это Xiaomi Redmi 4X. 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта постоянной памяти, какой-никакой, но процессор от Qualcomm. И пульс-экран у него с разрешением HD, зато аккумулятор на 4100 мАч и металлический корпус. Самая высокая цена, которую я видел на этот смартфон у нас на рынке, 180 баксов. И, естественно, вы можете найти еще и дешевле. Даже сейчас я сам проговариваю эти технические характеристики, эту стоимость. И мне хочется пользоваться этим смартфоном только из-за выгодности предложения. Я думаю, что если компания Xiaomi зарабатывает хотя бы 1 бакс продажи этого устройства, то они уже обеспечили себе беззаботную старость. Безусловно, главным событием этого года стал iPhone X. Фанаты компании Apple долгие годы ждали нечто подобное. Да чего там говорить, даже ненавистники компании Apple ждали и смотрели пристально, что же сделает компания Apple в этот раз. iPhone X вышел, ажиотаж есть, спрос есть. Есть невероятно высокие цены, которые держатся до сих пор, тоже есть. Я купил себе этот смартфон, снял для вас видео о том, почему пока не стоит покупать iPhone X, хотя сам я ни капельки не жалею об этом приобретении. Как бы то ни было, Apple до сих пор является хедлайнером на рынке смартфонов. И с iPhone X их мобильная эра начинается с чистого листа. И я уверен, что в ближайшие годы мы увидим еще огромное количество интересных открытий на рынке смартфонов. В этом году красота, как ни странно, связана с безрамочностью. Даже самые странные, ноу-нейм, китайские смартфоны, которые делают безрамочные поделки, выглядят свежо и неплохо. Самый красивый смартфон, который в этом году мне довелось держать в руках, это Essential Phone. Смартфон-скульптура, на которую должны равняться абсолютно все. Так должен был выглядеть Pixel. Если не обращать внимания на крайне слабую работу камеры, то этот смартфон я бы вообще рекомендовал всем и каждому. Если бы камера этого смартфона не подкачала и была хороша, то есть большая вероятность того, что этот смартфон был бы назван вообще лучшим смартфоном года. Если вам наплевать на камеру, то, конечно, вы можете себе его купить. Тем более цена была 700 баксов, теперь со скидками 450 баксов. Но, естественно, вы его себе не купите. А вот почему вы его не купите, я вам сейчас расскажу на примере смартфонов, которые не вошли в этот топ. В начале этого материала я сказал вам, что в этот топ не войдут очень хорошие смартфоны, такие как LG V30, HTC U11 и флагманы компании Sony. Так почему же они не входят? Я считаю, что эти компании сбились с пути, даже тот факт, что они используют передовые материалы и лучшие технические характеристики, не позволяют им сформировать собственное мнение о том, каким должен быть смартфон в 2017 году. Мы, пользователи, банально не понимаем, чего ждать от этих компаний, а самое страшное, мы не понимаем, будут ли они вообще что-то выпускать в будущем. Ведь когда мы покупаем смартфон того или иного производителя, мы, так сказать, вступаем с этой компанией в долгосрочные отношения. Мы все ныряем в этот омут с головой. А как можно вступать в долгосрочные отношения с компанией, к примеру, LG, чей флагман V30 до сих пор не поступил в продажу? Как можно вступать в долгосрочные отношения с компанией HTC, когда она стоит на грани просто исчезновения? Ты не знаешь, что с ней будет. То она продается компанией Google, то дальше продолжает выпускать свои смартфоны. Это не очень приятная ситуация. Как можно вступать в отношения с компанией Sony, когда их смартфоны выглядят который год одинаково, выпускают топовые модули для камер, но для себя они не делают хороших камер в смартфонах? Все это очень сомнительно. В этот рейтинг не вошли смартфоны компании Huawei, но я искренне считаю, что у этого бренда очень большое будущее. И то, что они делают сейчас на рынке, только как бы заслуживает уважения. Я думаю, что через год, а может даже раньше, а может через два года они станут рядом с компанией Samsung и с компанией Apple. Возможно, кого-то из них даже потеснят. Прямо сейчас они делают маленькую революцию на рынке мобильных устройств. Рынок Китая с захваченными практически. Дальше идет экспансия на весь-весь мир. И, что сказать, их флагманы действительно неплохие. Huawei P10 серия мне очень понравилась. Сейчас вышел новый Mate, который, говорят, тоже неплох и очень автономен. Поэтому мы пристально следим за этой компанией и держим руку на пульсе. Как только что-то резко произойдет, Лучков сразу побежит скупать смартфоны компании Huawei и рассказывать вам о их продукции. Я надеюсь, вам понравился мой топ смартфонов 2017 года. Главное, помните, лучший смартфон, тот смартфон, который вы выбрали лично для себя. Тот смартфон, который подходит вам по бюджету, по внешнему виду и по функциональности. А остальное не важно. С вами был Иван Лучков. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, подписывайтесь на ютуб-канал, на инстаграм, твиттер. Ставьте лайк и оставляйте только конструктивные отзывы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok